Ну что, будем отвечать Старый Новый Год вместе. Я решила, хотела сделать практику и решила сделать ее в кругу силы. Вот кто не спит, давайте вместе. Включила первый канал. Надеюсь, не пропущу приглашение Владимира Владимировича. Хочется сделать практику. Вам музыка не мешает? Сейчас потише сделаю. Не мешает музыка? Ну что, поехали. Значит, у нас что? Преддверие Нового Года по-старому. Луна растущая. Самое время фиячить. Что я приготовила? У меня есть цветные ручки. У меня есть либо блокнотик, либо у меня есть вот такая вот, сейчас покажу, магическая тетрадка с желаниями. Птица счастья здесь, видите, павлина. И здесь, не знаю, видно вам, не видно вам, здесь много всего у меня написано, много прописано. Таких тетрадей у меня, наверное, штук 30. Ой, кстати, даже есть, смотрите, такая техника, надо мне ее вам дать. Сейчас вам покажу. Сейчас будем делать, будем вместе фиячить. Есть техника, елка желаний. И с другой стороны, три кольца силы и техника на избавление. Видите, эта елочка покрасивее. Ну, кстати, новогодняя техника. А эта елочка, ну, такая, со страхами. И выпадают у меня чеки на исполнение желаний. Некоторые подписанные чеки, а некоторые еще пока ждут своего момента. То есть, когда мы выписываем сумму на свое желание. Ну что, давайте вместе фиячить. Вот тот формат, который я вам рассказывала в первой лекции 29 декабря в «Белых облаках». Сколько пишем количество имен, сколько вам лет. Плюс один. То есть, мне 42, 43 имени. И 43 раза свое имя. И 8 желаний, начиная с 8, 8, 7, 6, 5 и так далее. 8 желаний. Восьмерка в бесконечности. Но сегодня мы будем делать с вами другую крутую технику. Давайте. У кого есть возможность, желание, вот сейчас, через 4 минуты, Новый год. Давайте вместе фиячить. Так, ну а где Путин-то? Где? Путин будет нас благословлять сегодня. Ладно. Смотрите, что делаем. Я взяла чистый лист. А. А, нет, маршал поет. В общем, Путин не хочет нас поздравлять. Ну, ладно. Мы сами себя поздравим. Нет, все, этого я выключаю. Так, смотрите, что делаем. Берем чистый лист. Берем желательно красную ручку, красный цвет. Зеленый денежный цвет. И давайте писать будем фиолетовым. Вот и охота вам. 12 часов ночи. Просто сегодня выходной нам повезло. И старый Новый год. И праздник. И луна растет. И общий эгрегор силы. Все равно наши бабушки, прабабушки, прадедушки. Они отмечали этот праздник. Соответственно, он напитан энергией исполнения желаний. Все равно, хочешь не хочешь, кто-то что-то загадывал. Кто-то о чем-то мечтал. Так вот, давайте мы это закрепим. Значит, на листе я не имею пантографа. У меня там стул весь завален. Поэтому будем вот так вот. Буду вам так рассказывать. Смотрите, сверху подписываем дату. 13.01.2024. Сегодня, по-моему, суббота, да? Да, завтра я выступаю. Завтра с 17 до 18 на НТВ в прямом эфире, по-моему. Но дам еще завтра анонс, потому что не знаю точно. 13.01 пишем дату. Теперь, вот смотрите, на весь, дату написали, на весь лист делаем такое, рисуем красивый красный треугольник. Так, треугольник любой формы, любой, любых углов, ну, то есть с тупыми углами, с острыми, неважно. Рисуем треугольник. Покажу вам. Сейчас я уже делала эту практику. Сейчас покажу. Это вот практика тоже на имена. 43 моих имени и 8 желаний. Бесконечности. Вот это практика. Вот, у нас будет вот такой вот формат. Треугольник. Три надписи и в середине надпись. То есть нам нужно подготовить лист вот к такому формату. Итак, рисуем треугольник. Так, осталось две минутки. Как раз. Рисуем треугольник. И нам нужно важное желание. Важное желание. Важное желание. Подумайте. Если у вас не получается физически, может, вы уже в постельке лежите, или вы смотрите в записи, а там вы на работе, или у вас нет физически сейчас возможности, сделайте это потом, но сейчас мысленно делайте вместе с нами. Ну, у меня не очень ровно получилось. Можно под линеечку. Ну, в общем, примерно вот так. Треугольник. И подписываем 1, 2 и 3. Подписываем номер 1. Номер 1, номер 2, номер 3. Номер 1, номер 2, номер 3. Значит, номер 1. Подписываем, какая мне сумма нужна. Пишем уже зеленым цветом. Так, кто там мне наяривает? Подписчики мои любили. Значит, подписываем номер 1. Какая сумма мне нужна? Думаем, на что? Давайте подумаем. Какая сумма мне нужна и на что? Так, какая сумма мне нужна и на что? Ну, вот честно, я хочу две вещи написать. Я напишу сумму более 300 тысяч рублей, потому что в эту сумму будет входить шуба, в эту сумму будет входить картина силы, которую я хочу заказать в Монако. Она стоит 950 евро. Мне сделали со скидкой за 500 евро, но это без моих желаний. А если с моими желаниями, там, по-моему, 15 моих желаний, она 950 евро. Картина силы, которая прям материализуется, реализуется. Не знаю, посмотрим, нужна она мне, не нужна. В общем, до 1 февраля мне надо определиться, стоит она дорого. И даже не знаю, хорошая это инвестиция или нет, но что-то прям... О, так, давайте, дорогие, манифестируем все наши желания, чтобы все, что мы хотим, исполнялось лучше, чем мы ждем. Нам здоровья, жизненных сил, успехов, богатства, благополучия, благословения небес, много-много-много денег, более чем достаточно, легко, без усилий, чтобы они приходили в потоке сами собой, классного секса со своими любимыми партнерами, со своими мужьями, со своими мужчинами, чтобы у нас была страсть в отношениях, чтобы мы были востребованными специалистами, экспертами, чтобы клиенты лились рекой, чтобы любимые, близкие нас радовали, чтобы наше тело нас радовало здоровьем, энергией, стройностью. Ой, и пусть все задуманно исполнится легко, благополучно, благоприятно, наилучшим, наивысшим, божественным способом. И пусть это или нечто большее, лучшее войдет в нашу жизнь. Ой, Господи, и порадует нас. Так, там Газманов. Не обижайтесь, пожалуйста, я сделаю потише. Ну что, поехали. 0-0-0-2, поехали. И смотрите, значит, пишем сумму. Я пишу сумму более 300 тысяч рублей. Прям пишу. Более 300 тысяч рублей. Сумму пишем вот в левом нижнем углу под цифрой 1. Сумму пишем. Ну, желательно сумму. Можно еще написать, допустим, вес. Я свой пишу. Менее 65 килограмм. В здравии. Это тоже важно. В здравии и легкости. И легкости. Ну и давайте третий раз. Сегодня магическая ночь. Так, третье. Давайте про работу мечты. Работа мечты. Работа мечты. В моем случае на ТВ. Работа мечты на ТВ. Найди меня ты. Если нужен мужчина, пишем. Мужчина мечты. Найди меня ты. Работа мечты. Найди меня ты. Давайте вот так. Деньги, тело и работа. Можете, если кому-то там с телом все в порядке, можете отношения записать. Дальше наверху мы пишем, что мне это даст, какие чувства я буду при этом испытывать. Вот здесь пишем. Так, а я же вам вру. Вот здесь пишем, какие чувства, а здесь мы что пишем? А, здесь пишем, на что нам деньги. То есть здесь пишем сумму, здесь пишем, на что деньги, а вот здесь пишем чувства. Значит, номер два пишем, на что нам эти деньги. Я прям пишу. Шубка, картина. Ну ладно, поборзею. Напишу автокредит, который мне надо закрыть. Ипотечный долг, который мне надо закрыть. Ипотечный долг. И что мне нужно? Минус вес в теле мне нужно для... Так, для чего? Ну давайте здоровое стройное сексуальное тело. Молодое сексуальное тело. Смотрите, вы можете под себя, если вам, допустим, нужно путешествие, вы пишите там 300 тысяч рублей путешествие в... Не знаю, куда? В Маврики, на Мальту, в Европу. Молодое тело. Так, и что там у нас еще? Работа мечты. Для чего мне это? Чтобы нести пользу. Нести пользу. Знания. Нести пользу. Знания. И нести пользу. Знания и свет. И вот здесь, то есть мы написали, какая сумма, для чего она нам нужна. И здесь пишем, какие чувства нам это принесет. Я пишу легкость. Радость. Если не успеваете, извините, потом пересмотрите. Легкость, радость, благополучие. Кстати, у меня есть второй телефон, я могу почитать, что вы там пишите в комментариях под последним постом. Благополучие, изобилие. Что мне это еще принесет? Удовлетворение. Удовлетворение. Удовольствие. Удовольствие. Что еще я буду чувствовать? Успех. Успех. Внутренний свет. Внутренний свет. Так, что еще я буду чувствовать? Вы, наверное, спросите, начало первого, где мой муж? Где мой муж? А муж поехал к другу. Я говорю, ты вообще в курсе, что сегодня заставлен Новый год? Мы должны его вместе отмечать. Он такой, о-о-о, я не знал. Короче, Давид тусит со своими друзьями. Поэтому, а я тусю с вами. Я с подписчиками. Так. Легкость, радость, благополучие, изобилие. Удовлетворение, удовольствие. Давайте еще напишем. Наслаждение. Какие еще чувства? Благодарность. Благодарность мы чувствуем. Благодарность, благословение давайте напишем. Благословение. Благословение и любовь. Любовь. Ну, то есть, согласитесь, когда денежки капают на счет, и вы можете реализовывать свои мечты, вы чувствуете большое удовольствие. Вы чувствуете прям и наслаждение, и радость, и кайф, и легкость, и чувство безопасности. Давайте безопасность напишем. Безопасность, свободу напишем. Свобода, безопасность. Я думаю, нормально. То есть, вот смотрите, написали, что хочу, сколько, для чего хочу, какая цель, и что буду чувствовать. И теперь внутри, прямо с самого, внутри треугольника, прямо с самого верха пишем. Смотрите, я там написала, я легко это получаю. Давайте напишем, я легко это получила. Я легко это получила. Потому что получаю, это present perfect, это длительное время. Так, посмотрю. Луна в сантропе, когда твой свет светит ярко. Так, я немножко лохматаю. Извините. Так, давайте дальше. Я легко получила это. Я легко это получила. И вот так треугольник заполняем. Я легко это получила. Я легко это получила. В расширение идем. С верхушки в расширение. То есть, от Бога заземляем к низу. Я легко это получила. Прямо вкладывайте душу в эти слова. Что вы реально легко получили. Что вы чувствуете это радость. Это наслаждение. Что вы чувствуете эти чувства, которые вы заложили. Я легко это получила. Я легко это получила. Я, кстати, эту практику где-то видела в ринсах. Надо ее найти и вам прислать. Прямо от первоисточника. Я легко это получила. Она, по-моему, даже на английском. Но я ее часто использую. Я легко это получила. Это, по-моему, мой какой? Первый треугольник. Второй, третий. Я легко это получила. Так, и что? Вот сегодня уже Новый год по-старому. У нас остался еще третий Новый год. Это восточный Новый год, который будет отмечаться с 10 на 11. И 11 мы будем с вами создавать карту желания астрологическую. Не такую, как мы делали перед Новым годом. А она будет астрологическая с планетами. То есть, там будет 9 планет задействованы. Будет вот такая у нас практика. Я подготовлю все картиночки. Ну, у нас, как всегда, все материалы включены. Так что, планируйте 11 февраля. Я легко это получила. Если делаете, поделитесь в комментарии. Если не делаете, напишите, что будете делать или не будете. Как вам практика? Я легко это получила. Господи. Это Билан там поет. Я легко это получила. Пишем, дышим. Я легко это получила. Спасибо, что вы в эфире со мной сейчас. Я легко это получила. И мы вместе подключаемся к эгрегору силы, к эгрегору исполнения желаний. Легко получила. Получила. И еще здесь есть такое дополнение. Я легко это получила. Смотрите, берем красную ручку. Вот я дописала. Вот у меня внутри, видите, вот так. Прямо на расширение, на прорастание. И берем красную ручку. И вот здесь по стеночкам пишем. Ну, давайте 27. 27 на 108 раз в бесконечности. 27. Сейчас покажу. На 108 раз в бесконечности. Почему 27 на 108? 27 – это три девятки. Девятка – это три тройки. 27 на 108 раз в бесконечности. И понятно, чтобы это прорасталось бесконечно. Чтобы деньги приумножались, увеличились. А, у вас зеркально, да? Ну, как-то так. 27 на 108 раз в бесконечности. Сейчас я переверну камеру и покажу вам, как это получилось. Сейчас, секунду. Можно же перевернуть. Да. Можно перевернуть камеру. Так, вот, смотрите. Вот что у нас получилось в итоге. Это первое, что мы написали, наше желание. Сколько нам нужно денег. Здесь мы прописали во втором вершине треугольника, на что нам нужны эти деньги. Здесь прописали чувства, которые мы будем испытывать, состояние необходимое. Внутри треугольника прописали. Я легко это получаю. Я легко это получаю. Я легко это получаю. И по стеночкам прописали 27 на 108 раз на бесконечность. 108 видов искусств считалось раньше, что было в ведической астрологии, в ведах. 108 – это цифра чтения мантр. 108 тоже в конце имеет бесконечность. Это тоже цифра приумножения энергии и желаний. Вот такой вот у нас получился классный треугольник желаний. Сейчас я вам покажу один момент. Вон, еще 300 тысяч. Что-то у меня эта цифра 300 тысяч. Кстати, мы на тренинге, когда работали, вот в последний раз у нас тоже, когда рубль безмонетный превращался в миллион многодетный. Господи, где же эта техника? У нас там тоже в основном все просили 300 тысяч. Кстати, вот еще у меня есть тут такой, по-моему, прошлогодний. Ой, вообще 2020 год, смотрите. 70 желаний я писала. 70 желаний. У тебя надо было бы 100? Да, цели 2020. Тоже, смотрите, работа мечты на ТВ. Работа мечты на радио. Да. Так, давайте дальше. Сейчас я вам покажу, где вот этот... А, вот оно, вот. Вот, это та техника, которую я давала до этого. Возможно, она была непонятна. Нужно прописать количество своего... Нужно прописать свое имя в количестве своего возраста плюс один. Здесь 8 желаний. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пишем сверху, чтобы на линии не залезать. Вот. И, кстати, вот этот, я не сказала, пунктик в бесконечность, в конце, в углу написать, что наши все желания, наше имя идет к росту, писать его под подъемом кверху. И, когда прописали, все это отправляем в бесконечное пространство материи. Вот. Еще раз вам покажу нашу картиночку силы. Вот так вот у нас получилось. Вот, дорогие мои. Ну что, поздравляю вас с Новым годом по-старому. Спасибо, что вышли со мной в прямой эфир. Спасибо, что вы со мной приумножили эту энергию. Я рада, что так много человек не спит и отмечает Новый год по-старому. Так, сейчас я ее уберу. Вот. А, давайте я вам еще чеки изобилия тоже покажу. Что-то я их не показала. Сейчас переверну. Вот так уже покажу сейчас. Момент. Момент. Я тут Люцифера смотрела. Разревелась. Как только брат его начал верить в Бога и верить и говорить о том, что это не Бог там нас карает, а что это наш осознанный выбор. И мы тут же крылья вернули. Ой, я разревелась там. Так, давайте покажу вам. Чеки изобилия. А давайте чек изобилия напишем. Хотите? На деньги давайте. Вот чеки изобилия. Да? То есть мы тоже их прописываем. Давайте. Вот смотрите. Чек изобилия выглядит вот так. Давайте. Раз уж у нас тусовка новогодняя. Смотрите. Вот чек изобилия. Мы его сейчас от руки пропишем, прорисуем. То есть наверху, прямо с тетрадочки, левый верхний угол пишем чек на исполнение желания. Справа наверху пишем дату. Дальше имя. Ну, здесь можно фио. Сумму и цель. Зачем мне деньги? Я обычно хитрю. И пишу просто здесь желание из серии. Мой доход составляет более трата до зата. То есть вот так вот. И пишем чек для исполнения желаний. Дату. Фио. Фамилия, имя, отчество. Можете свою дату рождения. Если, допустим, ну, чтобы себя как можно больше сфокусировать, чтобы это был целевой. Целевой сегмент исполнения вашего желания. Там не Иванова Оля Петровна. А чтобы это была Иванова Оля Петровна. Такого-то, такого-то дата рождения. Такого-то дата рождения. Ну, вы поняли. Такой-то дата рождения. Сумма, которая нам нужна. Более. Сумму всегда пишем не от 100 тысяч рублей, а более. Не от 300 тысяч рублей. Потому что от – это отворот. А более – это мы в приумножение идем. И цель. Зачем мне деньги? Цель. И здесь можно еще дату, подпись, благодарность. Вот. Чек изобилия. Будем писать. Как вы настроены? Ой. Посмотрю сейчас, сколько у вас людей. Ага. У вас больше 30. Великолепно. Спать мы не хотим, да? Новый год отмечаем. Так, где-то тут есть мой чек изобилия. Я уже писала. А, смотрите. Я еще наверху подписала. Вот здесь. Я еще наверху. Вот здесь подписала. Волшебством душа наполнись и желание исполнись. Это из какого-то мультика. Вот, потому что сейчас магия дракона запускается. И дракон, он способен исполнять наши желания. Поэтому, когда мы визуализируем и еще плюс прописываем, мы по факту запечатываем через чернила на листе. Вот. И, значит, что мы пишем? Фамилию, имя, отчество. Пишем свой доход. Давайте прям текстово. Пишем. Нет, это работа телевидения. Сейчас, секунду. Секунду. Вот. Мой доход составляет более. Пишем сумму. Столько-то рублей в месяц. Можно писать в квартал, если сумму хочется побольше. Но лучше в месяц. Но можно писать их в квартал. То есть, если это 300 тысяч в месяц, то можно писать более миллиона рублей в квартал. Но лучше писать в месяц, чтобы мозгу было привычнее. Мой ежемесячный доход составляет более такой-то суммы в месяц. И... Ой, что я тут писала? И я легко получаю постоянно растущий доход, который легко растет и радует меня. А внизу писала цель. Для чего это мне? Ну, я писала почему-то, не знаю, что. Мне дает это успешный маркетинг, наращивание целевой аудитории, расширение клиентской базы, увеличение постоянного числа подписчиков во всех соцсетях. Люди идут ко мне в терапию, на группы, на расстановки, легко, всегда, постоянно. Не знаю, почему-то я деньги тут прописывала в контексте клиентов. Так, сейчас посмотрю, что еще я писала тут. Ага, вот писала. Мне нужна сумма более 4 миллионов рублей. Я полностью закрыла ипотечный кредит и все долговые обязательства перед банками. Легко, красиво, радостно, божественно, с помощью высших сил. Это вот если нужно гасить долги. Кстати, гасить долги можно еще, знаете, как. Берем, ну, сейчас показывать не буду, просто расскажу. Берем ложку, кладем туда соду чуть-чуть и гасим ее уксусом. Соду назначаем долгами, а уксус – это то, что гасит долги. И говорим, я гашу свои долги. И сливаем это в канализацию. Канализация – это у нас волшебный преобразователь, трансформационная речка. Ну что, вот так. Поздравляю вас с Новым годом по-старому. Спасибо, что вы встретили это прекрасное событие вместе со мной, что мы старый Новый год с вами, оказывается, провели вместе. И надеюсь, что весь год будем продуктивно работать, развиваться, расти духовно, расти финансово, чтобы у нас получалось все лучше, чем мы ждем. И я думаю, что так как мы начинаем год, и плюс еще это год дракона, он точно заточен на то, что у нас будет все получаться. Я уверена, я это утверждаю, я это знаю. И знаю, что у нас тоже получится. Потому что наши грегор силы сопровождается предками и высшими покровителями. И это точно работает, это точно будет работать. Тут можно, кстати, еще какие-нибудь символы по бочкам. Вот видите, много места свободного. Здесь тоже можно дать какую-то энергию. Можно какие-то символы, можно там рублики, доллары подрисовать. Ну, то есть что-то, что хочется. Не цветочки, пожалуйста, не цветочки, чтобы это было символично. Шестиконечную звезду можно тоже соединять, земную, духовную энергию. В общем, можно еще добавить символы. Вот так, дорогие мои. Ну что, еще раз вас с праздником. Обнимаю вас любовью, грию, солнцем. Пошли спать. Доброй ночи, сладких снов, волшебных сновидений, волшебного сказочного нам года. Чтобы у каждого распаковывалась своя личная, красивая, волшебная сказка. Люблю вас. Люблю, обнимаю. Спасибо, что вы со мной.